Всем привет! Я Евгений Киселёв, вы на моём YouTube-канале, и вы видите, что со мной в неурочное, можно сказать, время Альфред Кох. Мы с ним по понедельникам обычно разговоры разговариваем, но решили, что сегодня надо идти по горячим следам событий в Москве и выходить вот прямо в прямой эфир, потому что нам неизвестно, что там дальше может произойти в ближайшие часы, дни, и что там успеет наговорить Владимир Путин, который наверняка что-нибудь ещё наговорит. Я в этом совершенно не сомневаюсь, особенно после намеченного на завтра заседания Совета Безопасности. Да, Алик, привет! 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 Ты помнишь, как он? Сказал, я теперь всё понимаю. Самое главное для того, чтобы победить терроризм, нам нужно отменить выборы губернаторов. Выборы губернаторов, да. Это самый главный бич, да? Самый главный бич, порождающий терроризм, это выборные губернаторы. А вот сейчас я их всех поназначаю, и всех террористов... Да, и будет нам счастье. Так, и вот посмотри, какая прелесть-то получается. 25 лет почти прошло. Четверть века, как пообещали, всех террористов замочить в сортире. А они лезут, понимаешь, изо всех щелей. Ну, слушай, я могу тебе сказать так. Ну, во-первых, я считаю правильным ещё раз сказать, что я выражаю глубочайшие соболезнования всем жертвам, и всем близким жертвам, всем раненым. И вообще это чудовищный теракт, и ему нет оправдания. Абсолютно. Поэтому это вот нужно отфиксировать, что никакого, так сказать, здесь безразличия, или там тем более злорадства в Европе по поводу этого теракта нет, и есть только сочувствие и ужас от того, что произошло. Несмотря на все, так сказать, мягко выражаясь противоречия, которые сегодня есть между Европой и Россией. В этом отношении, я думаю, что здесь нет двух мнений. А что касается Путина, слушай, ну, я вот тут подумал, ну, а чего он удивляется-то? Он в Сирии воевал с ИГИЛом. Воевал жестоко. Бомбил города, в которых якобы ИГИЛ окопался. И наверняка там ИГИЛ был, да? Уничтожал людей, там, все эти бомбардировки были. И Алеппо-то, ну, мы знаем все это. Вот. И что же он удивляется, что ИГИЛ теперь решил ему отомстить? А как он может еще отомстить, кроме как вот таким специфическим ИГИЛовским способом? Да никак, вот только так. Удивительно не то, что произошел этот теракт, а потому что он до сих пор не случился еще. Ну, Жень, ну, правда, это уже, так сказать, факт. Там какая-то велотекущая борьба с ИГИЛом была, там, американцы, там, какие-то там курды что-то там с ним делали, делали, делали. А он каком-то там, в 2015 году решил, что я сейчас все порешаю. Ну, вот порешал. Так нет, послушай, где-то там просочилась информация, в этом надо еще будет отдельно внимательно разбираться, что якобы ФСБ не так давно проводило специальную операцию против вот людей, которые связаны с этим самым ИГИЛом К. Ну, вот я просто хочу... Да, но я так понимаю, что это после того, как американцы им дали информацию, они начали им дать превентивные аресты. Да, но просто, уважаемые зрители, я просто хочу напомнить, что вот эта вот буква К, она соответствует слову Харасан, потому что вот в европейской транскрипции вот это вот гортанное фрикативное Х в слове Харасан, она пишется двумя буквами К и Х. Вот отсюда вот это некоторое разночтение. Говорят, ИГИЛ-К это и есть ИГИЛ-Харасан, вот это вот Вилаят и Харасан, какое-то особо радикальное ответвление ИГИЛа, которое действует вот на территории северо-западного Афганистана, как утверждают, и которые особенно настроены радикально. Об этом идет сейчас речь. Но ИГИЛ же и с талибами конфликтует, как я понимаю, они же тоже друг друга не могут. Они и с талибами могут поконфликтовать, почему же такое бывает, одни радикалы с другими воюют. Ну, слушай, мне кажется, что вот при здравом размышлении причины, почему ИГИЛ решил провести такой теракт, они кроются вот в том, каким образом с этим самым ИГИЛом боролся Путин последние 10 лет. Сейчас, правда, их боевые действия в Сирии пошли на спад, и уже не такие активные. Но, тем не менее, там российские войска присутствуют. Но мы же помним, что еще там 7-6 лет назад там были активные боевые действия. Там бои за Пальмиру были и так далее. Холмс и прочее. Мы же все знаем, эти кадры этих разрушенных городов. И у повстанцев этих антиосадовской коалиции, у них же не было ни ПВО, ничего. Поэтому, так сказать, ковровом бомбардировке путинская авиация осуществляла совершенно безнаказанно. И командовали этими войсками, как ты знаешь, генерал Суровикин, генерал Армагеддон и так далее. Поэтому тут, ну что, ну и то, как он себя вел в Украине, так же он себя и в Сирии вел. И поэтому вот вам ответ, дорогие россияне. Это не какая-то далекая колониальная экспедиция Великого Путина. Это вот она, к вам война и пришла. Та самая, которую он начал в Сирии. Дорогие россияне, в том числе и те дорогие россияне, судя по всему, разного рода путинские тролли и кремлеботы, присутствующие вот здесь у нас в нашем чате, в режиме прямого эфира, говорят, что, ну и дурак ты, кох, что пытаешься нам доказать, что к этому теракту какое-то отношение имеет ИГИЛ. Ты же заметил, что сейчас все вот эти самые ЗЭД-пропагандисты, ЗЭД-патриоты ИГИЛ отмазывают только как могут. Еще недавно они с ним воевали. Ну нет, они с ним воевали, а сейчас они, все ИГИЛовцы стали белые и пушистые. И ты понимаешь ведь почему? Ну понятно же, надо Украину обвинить. Я же понимаю, что тут думать-то. Совершенно понятно. Я абсолютно все прекрасно понимаю. Поэтому Путин в своем выступлении, на которое он, так сказать, собрав всю волю в кулак, так сказать, решился через 19 часов после того, как произошел теракт, он никаких ИГИЛовцев не называл, а дал некое такое абстрактное название международные террористы. Но не применил заметить, что они, так сказать, двигались в сторону украинской границы, и там у них на границе было окно. Я тут сразу понял, что Путин все свои познания в разведке черпает из 17 мгновений весны. Помнишь, там у Пастера Шлага было окно? У Штирлица было окно. У Штирлица было окно на швейцарской границе, да. Нет, ну я, честно говоря, аж просто по поводу этого окна вздрогнул и повторял дар речи. Пастор давно не стоял на лыжах, я по-моему. Окно в районе, где идут боевые действия, какие там окна, какие там пограничники, там война идет, господи боже мой. Я не знаю, может быть там действительно есть какие-то регионы, где ничего не происходит. Ну там на отрезке от белорусской границы до границы между Луганской и Харьковской областью вроде тихо. Так спорадически происходят какие-то обстрелы и так далее, но боевых действий нет. В любом случае, в любом случае, совершенно понятно, что Путин хотел перевести... Да, да. Как замечательно кто-то выразился, по-моему, Пастухов, он сказал, что он натягивает дугинскую сову на Ковальчуковский глобус. Дугинская сова на Ковальчуковском глобусе, это хорошо сказано. Владимир Борисович, он, конечно, молодец, хорошую иногда придумывает афоризм. Как ты думаешь, почему он 19 часов-то тянул? Все ждал, что ему какую-то более убедительную информацию принесут? Ты знаешь, мне кажется, что это очень такое по-человечески понятное проявление. Я и сам за собой такое замечаю. Я же тебе рассказывал, что я в прогнозах очень часто себе подыгрываю. И невольно, подсознательно фильтрую информацию и ищу в ней подтверждение своих собственных желаний или догадок. И поэтому я плохой прогнозист. Вот и Путин сидел 19 часов ждал, когда же ему принесут наконец догадаться, что это Украина. Не дождался. Не дождался, и поэтому не поехали про окно на границе рассказывать. А он был уверен, что это и есть, что такая информация есть, ее просто надо найти. И вот 19 часов он ждал. Ну когда же ему принесут что-то? Ну когда? Как же бы все карты бы легли, как хорошо, и бы сейчас я бы выступил. Давай еще подождем, давай еще подождем. Нет, ну уже тянуть невозможно. Уже 20-й час, пожалуйста. Владимир Владимирович, выходите в эфир. Ну хорошо, давайте хоть чего-нибудь. Ну давайте. Вот международные террористы ехали в сторону Украины. Там окно было. Ну тут, понимаешь, подкачал посол белорусский, ты обратил внимание. В этот момент самый... Да, 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 белорусские пограничники. Это мне белорусские пограничники предотвратили проникновение террористов через белорусскую границу. Да там много, Жень, там много докладок, их сейчас анализировать, это, так сказать, мы до утра будем рассуждать. Я же говорю, а самая скорость, с которой они оказались в этом месте, если они выехали из Крокус-Сити? Там обычно столько часов люди на МКАДе стоят в пятницу вечером. Особенно, когда туда едут скорые помощи, пожарные машины, грузовики со спецназом и так далее, и так далее. И в это время, так сказать, выбираться через МКАД в сторону, так сказать, украинской границы, ну можешь себе представить? Нет, ну я-то могу себе представить, и ты можешь представить, мы все-таки бывшие москвичи. А вот люди, которые нас смотрят и никогда в Москве не были, просто должны понять, что вот этот вот Крокус-Сити, это огромное скопление зданий. Это не то, что там один торговый центр. Конечно, там супермаркеты, там это да 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 да. Это огромное скопление зданий. В пятницу вечером. В пятницу вечером. В пятницу вечером. Да еще, я же говорю, еще туда же вы повринулись все эти спецслужбы и экстренные службы и так далее. И все это заблокировалось, все встало. Сами скорая помощь, и сами пожарные говорят, что мы не могли проехать, мы же пробки. И как вот они из этих пробок выбрались-то, эти террористы? Так, что через пять часов уже повязали черти где. На границе Белоруссии защитить Украину. Да, то есть это удивительное рядом, что... Там же была шутка даже уже, так сказать, на эту тему, что ребята, которые, так сказать, им надо в Формуле-1 участвовать, а не терроризмом заниматься, они больше денег бы заработали. На Рено туда приехали. И потом, ну слушай, ну это же, слушай, ну террористы, которые такие профессиональные, так хорошо стреляют, так все, так сказать, грамотно организовали с точки зрения их профессионализма этого террористического. Вдруг неожиданно, так сказать, не разбежались во все стороны, не изменили внешности, не растворились в толпе. Сели в эту же самую машину, по которой все, так сказать, и проехали 500, 300 с лишним километров, да, в машине нашли пистолеты, документы. Я тебя умоляю. Ну, Жей. Вот какая-то Людмила Киселева нам пишет. Вы действительно верите, что это ИГИЛ? Вы забыли взрывы домов в Москве? Не, ну подождите, я верю, что это ИГИЛ, потому что вот сегодня в интернете появились видеозаписи с камер, которые были нагрудные камеры или там телефоны на этих террористов, которые они успели передать в информационное, по сути дела, агентство этого самого исламского государства. Да, Жень, ну все значительно проще. Если мы говорим об взрывах осенью 99-го года, то за них никто не взял на себя ответственность. Даже Басаев. Никто не взял на себя ответственность. А тут ИГИЛ буквально через несколько часов сказал, да, это мы. Ну, есть же разница. Правильно? Ну, есть разница. Ну, глупо отрицать этот факт. Нет, ну подожди. И все-таки бывает, любой специалист по спецслужбам, по работе, по истории спецслужб скажет, что масса бывало примеров того, как ответственность за какой-нибудь теракт брали на себя люди, которые на самом деле просто делали это для того, чтобы понты погонять. Никакого отношения к этим терактам не имели. Но тут-то они берут и публикуют видео с места событий. Это не какой-нибудь там Z-блогер публикует. Другой разговор, что вот те люди, которые этот теракт совершили, и тех людей, которых повязали в Брянской области, это одни и те же люди. С этим можно дискутировать. Но то, что этот теракт совершили ИГИЛовцы, это доказывают сами ИГИЛовцы. Ну, что тут с этим спорить? Ну, я вот еще не знаю ни одного случая, когда такой мощный, огромный теракт взяла бы на себя организация, которая потом бы выяснилась, действительно его не совершала. Ты помнишь такое? Нет. Ну, какой-нибудь там полусумасшедший идиот может взять на себя там какую-нибудь там, я не знаю, закладку бомбы в самолет или еще чего-нибудь. Ну, вот такой теракт, ну, кто ж на себя его возьмет? Зачем это надо? Если действительно он не хотел эту акцию устрашения провести и показать, что он может их проводить. Ну, а то, что они признаются во всем, ну, вот... Ну, слушай, их пытают, это даже очевидно, но... Каджика пытают током там к другому... Ухо отрезают там, ну, слушай, там ужасы творятся, поэтому души там... Причем там и... Да, это вообще... Ну, слушай, все тут обсуждать. Ну, понятно, что люди, так сказать, готовы признаться во всем угодно, так сказать, после таких пыток. Ну, вся история сталинской машины, репрессивная, она доказывает, что люди могут признаться в том, что они копали подземный ход из Москвы в Бомбей, ты же помнишь? Да. Ну, так а что тут? Если люди уже на это признаются, то в том, что они совершили теракт, они бы давно признали. Человек по фамилии Деревянский, все-таки Деревянный, спрашивает нас, а ИГИЛу это зачем? ИГИЛу это за тем, что они исповедуют принцип мести, кровавой, жестокой мести своим обидчикам. И делали это в своей жизни неоднократно, правда? Да. Ну, слушай, я еще не сошел с ума, я помню эти ролики, которые они выкладывали. Они одевали людей в какую-то же оранжевую робу и картинно, так сказать, под камеры перерезали там десяткам людей горло. Ну, вспомни, это же было, что у людей вообще нету памяти, что ли? Утро ли? И мы все ужасались этим терактом. Это же было вот 7-8 лет назад. Оно у них давно вполне может быть атрофировано. Я поражаюсь просто. Тем более, что, ну, здесь такое количество набежало, а? Такое количество. Ну, послушай, при этом я могу сказать, что... Есть ли у ФСБ связи с ИГИЛом? Охрен не узнает. А может и есть. Может и есть. Скорее у СВР тогда уж, а не у ФСБ. Может быть и у СВР действительно, может быть еще какие-то... Или у какой-то военной разведки. Да. Как оно? УГШ теперь называется. Нет, ну вот одна из версий, на самом деле, которая же озвучивалась в эти дни, что вполне вероятно, да, действительно, американцы заранее предупреждали. Это официальная информация. Американское посольство предупреждало, потом английское посольство предупреждало. Все это было 7 марта о том, что могут произойти теракты. Причем там было прямо сказано, на концертах, в торговых центрах, в других местах большого скопления людей. Не ходите, ребята, дорогие соотечественники, американцы, англичане, на концерты, в торговые центры и так далее. И вот это произошло. Если меня спросите, вы... Ну, в рамках логики российских блогеров, этих Z-блогеров, да, пропутинских, так это американцы и сделали. Так. А что-то сами говорили, что он будет. Вот они его и сделали. Так, послушай, вот должен среагировать на одну фигню, которая та самая. Подожди, вот не то я показал, хотел вывести просто на экран. Минуту. Короче, очень много бежит сообщений, просто не успеваешь на них реагировать. Короче, это не один... Многие об этом сейчас говорят. Говорят, якобы в Рамадан мусульмане не совершают убийства, якобы в Рамадан мусульмане не совершают никаких кровавых преступлений. Господа хорошие, это фигня. Вот просто... Вот, и ты у нас этот... Иронист. Значит, Михаил Иванович Крутихин, нами с тобой любимый и нам хорошо известный. Совершенно справедливо сегодня напомнил. Война судного дня в 1973 году была начата арабами против Израиля на 10-й день Рамадана. Вот помните об этом. Ай-яй-яй-яй-яй. Рухнула такая красивая теория. Рухнула такая красивая теория. Ну ничего, мы новую построим. Ну, построят новую. Это понятно, да? Короче, если я повторяю, меня спросят, скажем, вот эти предупреждения, которые доходили до руководителей российских спецслужб, судя по всему. Путин же сказал, что там нам угрожают. Шантаж и провокация. Шантаж и провокация. Так вполне вероятно, что они... 19 марта, Женя. Он 19 марта, Женя, коллеги по СБ, открытым текстом сказал, нам говорят, что будут теракты, никаких терактов не будет, это шантаж и провокация. Ну, правильно. А вполне вероятно, что они просто проморгали. Или проморгали, или сознательно пропустили. Это уже вопрос трактовок. Это уже вопрос трактовок, безусловно. Доказать то, что было в данном случае, уже, по-моему, невозможно. В всяком случае, не мы это сможем сделать. Может быть, они, так сказать... Понимаешь, с чем делать? Потому что это как... Вот дождь барабанит по крыше, да? Ну, вот он барабанит, а ты сидишь, и, так сказать, он до тебя не достаёт. Вот ты сидишь в машине, а дождь барабанит, барабанит по крыше и так далее, и так далее. В какой-то момент ты берёшь и люк открываешь. И он на тебя проливается в том месте, где ты открыл люк. Вот сказать, что это ты устроил потоп, ну, наверное, неправильно. Всё-таки дождь тебя намочил, правильно? Так и тут. Ну, наверняка, так сказать, ИГИЛ за все, так сказать, путинские художества в Сирии много лет пытался, так сказать, ответку дать, да? И, так сказать, там, с должным уровнем профессионализма службы эти атаки предотвращали. А тут решили не предотвратить. Потому что в этот момент показалось, что вот такой казус Белли для того, чтобы открыть войну, так сказать, внутри страны, был бы очень правильно. Вот послушай вопрос. Ну, это как версия. Нет, как версия. Потому что много же вопросов спецслужбам. Почему они так долго ехали? Почему не устроили эвакуацию населения на людей из горящего здания? С кем они там перестреливались, если террористы давно уже уехали? Там же была перестрелка долгое время. С кем они там перестреливались? Когда эти люди уже в Брянскую область ехали. Понимаешь? И же нужно полностью разложить весь хронометраж всего этого, так сказать, события. Потому что, насколько я помню, в начале, когда еще это все с горячих... Прямо с места происшествия освещалось, то там пожарники прямо говорили в камеру, что нас не пускают тушить, потому что спецназ там ведет бой. Да. А потом появилась информация, что спецназ покинул здание в связи с задымлением. Да, 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 вот. Ну, слушай, там же огромное количество нестыковок, поэтому сейчас их анализировать, это бессмысленно. Нет, значит, смотри. Не будем сейчас анализировать нестыковки, да? Да. И не будем смеяться над этими откровенными, невероятно смешными нестыковками. Нас тут ругают за то, что, мол, мы с тобой смеемся. А как же не смеяться, когда совершенно идиотические версии то и дело предлагают нам разные люди. От высокопоставленных государственных руководителей до всяких вот троллей, которые... Ну, очень хочется за уши притянуть сюда Украину, Жень, ну, очень хочется. Очень хочется за уши притянуть Украину, и все этим объясняется. Но вопрос в том, что... А нужно ли Путину, вот этот вопрос, мне кажется, мы вправе себя задать, и я твое мнение хочу послушать. А нужно ли Путину, скажем, для того, чтобы объявить мобилизацию, или там начать какие-то новые дополнительные репрессии, или, я не знаю, начать с темы Украины устраивать теракт. Он, по-моему, и без теракта все это может сегодня свободно сделать. Да, мне тоже так кажется. Мне кажется, что плюсы, которые он получит от этого теракта, ну, якобы плюсы, которые некоторые аналитики ему приписывают, они сильно проигрывают тем минусам, которые он за этот теракт получает. Потому что в очередной раз такой удар по репутации его спецслужб, мне кажется, что ему это не надо. А у меня вот другая версия на самом деле. Мне кажется, что Путин очень хочет притянуть сейчас Украину и украинцев к этому теракту, для того, чтобы скомпрометировать их на Западе. Потому что все-таки терроризм, террористические акции – это штука, которая страшно непопулярна. И вот если там вдруг где-нибудь, хотя бы в какой-то части западного общественного мнения, например, во Франции, которая за последнее время там несколько раз страдала от терактов, кто-то начнет распространять вот эту вот историю, что вот это украинцы могли быть к этому причастны, то тому же Макрону будет значительно сложнее. Жень, я с тобой абсолютно согласен. Что такое согласие условно есть. И сейчас усилия, конечно, на эту тему предпринимаются. И все эти рассказы про то, что они двигались в сторону Украины, и там было окно, они же из этой силы. Но если бы это Путин пытался, организовал теракцию, чтобы потом спихнуть его на Украину, ну, были бы какие-то доказательства. Ну, он бы что-то подбросил, там, визитку Яроша, условно говоря. О, это так. Да, ну мы же знаем, как это делается. Визитку Яроша, что обязательно они должны быть обернуты в украинские флаги. Совершенно верно, да, да. Ну, значит, зачем так сложно, так сказать, запускать каких-то игиловцев, которые потом, потом искать связь между игилом и Украиной, и так далее. Ну, взял бы, так сказать, я инсценировал этот теракт с помощью каких-то, так сказать, лиц славянской внешности, там, и так далее. Которые потом бы под камеру признавали, что их злой Буданов послал, так говорится, совершать теракт. Чего уж проще-то. Нет, это все ты правильно говоришь, все так. Я не очень верю в то, что это было все так специально инсценировано. Нет, моя базовая версия простая. Это игил. Правильно. И моя базовая версия тоже, что это игил. Дальше две подверсии, что, а, либо проморгали, либо, б, узнав о том, что игил может что-то учинить, решили, а пусть попробуют. Может, мы из этого какой-нибудь навар для себя извлечем. Ну, это уже версия такая вяленькая. Я ее не исключаю, но я ей даю там 10%. Окей, 10%, да. Но дальше я говорю уже об интерпретации. Ну, сам понимаешь, ну, а что ты с этого, так сказать, наваришь-то? Ну, что ты с этого наваришь? Ну, вот совершили не теракт. Ты хочешь на нем что-то наварить. Что ты на нем наваришь? Так. Пусть Кох прокомментирует тот факт, с какой пеной у рта госдумщики педалируют возвращение смертной казни в России. Вот это уже понятно. Значит, теракт случился. А что мы можем с него, так сказать, получить? А мы с него можем получить вот такую вот волну, что нужно смертную казнь ввести снова. Отменить мораторий на смертную казнь. Тут важно же отметить, что многие думают, что в российских законах нету смертной казни. А она есть. Есть. Просто на нее введен мораторий. Его в любой момент могут отменить. И она опять появится. Вот. Это значительно проще, чем заново вводить смертную казнь в законы, в которых ее нет. Вот. Поэтому вот эти вот крики-визги, они, так сказать, помогают Путину отменить мораторий, получить в свое распоряжение вот такое средство, как смертная казнь. И после этого уже, так сказать, разговаривать со своими оппонентами другим языком. Рассказывая, что вы тут имеете в виду, что у меня теперь смертная казнь есть. Я могу случай у вас к стенке поставить, дорогие друзья. Прости, но ты забываешь, что там есть еще решение Конституционного суда от 2009 года, который признал наличие государственной... Прости, наличие смертной казни, противоречащей Конституции. Да ты что? Да, есть такое решение от 2009 года. Ну, значит, Зорькину придется его отменить. Валерий Дмитриевич Зоркин, а он может, я думаю, посидеть, поразмышлять, придумать что-нибудь. Да, что никакого противоречия в этом нет. Вот, и ни к чему она не противоречит, ни Конституции, ничему. Это самая смертная казнь. Порядки исключения, в экстренных случаях и так далее, и так далее. Более того, там, типа, приговор выносит, суд выносит приговор, но он вступает в силу только после того, как его подпишет президент. Например. И, пожалуйста, у Путина появляется, так сказать, право казнить и миловать. Подиплохо. Слушай, я, так сказать, помнишь, как Солженицын в свое время писал, когда он описывал пытки, которые в НКВД использовали? Он говорил, сколько в этом сытой фантазии, понимаешь? Вот сколько в этом сытой фантазии, вот этой сытой фантазии у ФСБшников сколько хочешь. Они напишут тебе такие всякие заключения, которые Зорькин подмахнет, не глядя. Чтобы просто потом удивишься, сколько, так сказать, креатива они нагрузили туда. Поверь мне, они найдут способ это сделать. А то, что этот теракт помогает двинуться в эту сторону, в этом нет никаких сомнений. Иначе бы вот этого хора голосов про то, что необходимо этот мораторий отметить, не было бы. Ну и что дальше? Что дальше? Дальше. Не знаю. Ты же знаешь, что я с некоторых пор не делаю прогнозов. Что дальше? Дальше Путин отменит смертную казнь. Я думаю, что он под сурдинку сейчас монобилизацию проведет. Не пропадать же за теракт. Ну да, теперь монобилизацию, конечно, проводить будет легче. Ну конечно, если уж он за уши притянул выборы губернатора к теракту, то уж тут-то мобилизацию не сам Бог велел, так сказать, оби. Тем более выборы прошли, народ ему вручил, так сказать, себя в управление. Вот он решил так им управиться. Я тебе давно, Женя, рассказывал уже, что моя теория состоит в том, что идеалом государства для Путина является Саудовская Аравия. Много ресурсов, мало народу. И безразделенная власть короля. Потому что Саудовская Аравия, как ты знаешь, это даже не конституционная монархия, это абсолютная монархия. Да, это абсолютная теократическая монархия. Да. Путину надо для этого еще избраться патриархом. Ну много чего, но за это вообще не вопрос. Он просто провозгласит себя святым, например. Патриархом-то его легко можно избрать. Ты знаешь о том, что на самом деле, чисто теоретически, патриархом может быть на Вселенском Соборе, на Поместном Соборе Русско-Православной Церкви, патриархом можно избрать и мирянина. Да ради бога. Там еще нужно будет главой мусульман стать, на всякий случай. Страна-то, в общем, в значительной степени мусульманская. Но все равно меньшинство. Ну, не такое уж это и меньшинство. Если посмотреть, сколько, так сказать, мусульман сейчас на фронте, я думаю, что это не такое уж меньшинство. Я думаю, пропорция сильно отличается от общенациональной пропорции между мусульманами и христианами. Поэтому, ну, в общем, его идеал – это страна, в которой у него безраздельная власть, в которой много ресурсов, мало народу. Россия по двум из этих трех параметров его устраивает. У него безраздельная власть и много ресурсов. Но народу многовато. Поэтому вот эта война и все прочие, так сказать, ковиды там и так далее – это все очень ему, кстати, на руку. Помогает ему? Конечно, уменьшать народонаселение и замещать его бессловесными гастарбайтерами, лишенными каких-либо прав, никаких конституционных прав, не надо никакой страховки, никакого там пенсионного обеспечения, ничего, все это баловство. Обязательно, люди работают. То есть не нравится, так сказать, их пинков по задницу выгоняют обратно там в их Таджикистан. Поди плохо. Я напомню тебе, что, так сказать, вместе со своими семьей общее количество людей, занятых в нефтянке – 2 миллиона. Вот их и оставить? Вот их и оставить. Ну, там еще лес, там еще золото, железная руда и так далее. Ну, страна в 30 миллионах его полностью поустроила. Нас обещают... Все свои гастарбайтеры, гастарбайтеры. Нас с тобой обещают расстрелять без суда и следствия, слышишь? Ура! А за что? Без суда и следствия. А за все. Говорит, столько дерьма сделали, что без суда и следствия. Да нет, ну подождите, подождите. Давайте разберемся. Я-то, так сказать, натворил делов, так сказать, и приватизацию провел, ты свободу слова удушил, там, и так далее, и так далее. А ты-то чего натворил? Ты же у нас рыцарь без страха и укропа. Ты-то чего натворил, а? Какой укроп, а? Ты к моим грехам не примазывайся. Меня расстреляют без... Я тебе трибуну предоставляю, ты понимаешь? А-а-а, вот оно в чем дело. Как минимум за это должны уже... Так что это трибуна? Это ж такое дело, не нравится, не слушайте. Какие проблемы? Зачем тебе столько дверей на одной стене, спрашивает кто-то. А это гостиничный номер. Все очень просто. Я, как всегда, в разъездах. С Китаяшся. А Газфер. Как о Газфер. Да, сейчас во Франции. Террористы и экстремисты. Это вы про кого, Владимир? Про себя, что ли? Я не могу понять. Вы конкретизируйте, о ком вы говорите. Альфред спрашивает Али Сары. Прокомментируйте, пожалуйста, почему чекисты и МВД выложили всю информацию о задержанных в открытый доступ. Вот это, кстати, многие говорят, что никогда обычно не выкладывают лица и сцены допросов. Особенно сцены пыток. И особенно сцены пыток, да. Причем официальными органами. Никакими там пригожинцами, да. А официальными органами, у которых, как говорится, устав, есть воинская дисциплина, правила какие-то, законы. Там есть еще статья разглашения тайны следствия, например. Ой, я тебе могу сказать почему. Почему? У меня есть версия, но она такого, скажем так, больше эмоционального свойства, чем логического. Понимаешь, мне кажется, что вот после всех этих убийств человека кувалдой, после всех этих отрезаний голов, которые показаны в интернете, и вот этих вот бесконечных роликов с обеих сторон, про то, как погибают люди там от взрывов снарядов, от того, как их убивают, как они взрываются, как кишки наружу, там, как их дроны, так сказать, скидывают на них бомбы и так далее, и так далее, общая планка какой-то чувствительности очень снизилась у людей. И для того, чтобы показать, что, так сказать, органы действительно чем-то занимаются, вот в этой вот атмосфере, где люди уже нечувствительны к такого рода зрелищам, если их не показать, то они не поверят, что люди работают. То есть мы сами себя, кстати говоря, это обеих сторон касается, загнали в некую чудовищную воронку, где мы все, даже не только те, кто на фронте, те, кто на фронте, это само собой, это уже с ними случился, но даже мы, у нас уже вот эта вот планка восприятия насилия, и она уже, так сказать, какая-то совершенно запредельно низкая. Это так. Это так, на самом деле. Я тоже себя ловлю на этом. Да, и поэтому вот эти органы, они говорят, ну а как, вот мы их задержали, а что вы с ними цацкаетесь, ну-ка покажите, как вы им по мордасам бьете, как вы им лоха отрезаете. Иначе мы не поверим, что вы, так сказать, серьезно за нас заступаетесь. Люди уже хотят именно такой картинки. Именно это теперь воспринимается как норма борьбы. Понимаешь? Вот, пожалуйста, часто задают такого рода вопросы. В данном случае это некто Игорь Радов, но таких вопросов очень много. Вот в Литве запрещают возлагать цветы к мемориалу погибшим. Ваше к этому отношение. Я на самом деле не уверен, что так оно и есть. Сильно сомневаюсь, что это действительно так, что это соответствует действительности. Но я честно скажу, вот если говорить об Украине и об украинцах, ну у меня язык не повернется после всего того, что натворила Россия в Украине за последние два года, после всех этих бомбежек, резни, которая была устроена в Буче и так далее. Мне язык не поворачивается там упрекать украинцев в том, что они не сочувствуют, не соболезнуют, куда-то цветы не несут. А когда это делают другие люди, ну это нормально. Это нормально, потому что, ну, это неправильно, я считаю, мерить человеческое горе. Вот знаете, на двух весах. Всегда, всегда гибель людей – это террористического акта, это трагедия. И к этому надо соответственным образом относиться. Тех, кого это не берет, тех, кто по тем или иным объективным причинам не в состоянии здесь соболезновать, ну, здесь можно понять, правда. Осуждать за это я не готов. Ну, я вообще, так сказать, знаешь, не судите да не судим вы будете. Это же, так сказать, Максима, к которой все мы должны стремиться. Но я не осуждаю и тех, кто не сочувствует, но я и не брошу камень в тех, кто сочувствует. Я, например, сочувствую. Я сочувствую. Я при всем при том, что, так сказать, моя позиция в этой войне однозначная, я за Украину. Но жертвам терактов кругу Сити я сочувствую. И я не стесняюсь в этом признаться. Да, мне их жалко. Почему нет? Прости. Я просто смотрю. Да, да. Есть ли здесь какие-то содержательные вопросы, которые, может быть, стоило бы задать тебе. Да нет, тут больше понос. Понятно. Вот что-то там, кто-то, кто-то мерзость какую-то написал. Ой, нет, это я просто в бан. За гадости я сразу в бан отправляю. Уж простите меня великодушно. Жень, не занимайся отправлением в бан в прямом эфире. Давай мы с тобой побеседуем лучше. Не обращай на них. Да, разумеется. Да. Разумеется. А подождите, а кто, что за глупость такая? Буйнакс, Ибислан, Нордост. Помните, дома, школы в Москве, Волгодонск взрывали, поймали ФСБ с рязанским сахаром. А вы Путин хороший. Это никто из нас не говорил, что Путин хороший. Вы что? Или, может быть, вы это кому-то еще сообщаете? И опять, господа, ну что вы это самое, каким местом вы слушаете, каким местом вы смотрите, каким местом вы читаете? ИГИЛ отказался. Ну, господи боже мой, ИГИЛ признал, ИГИЛ сделал заявление, ИГИЛ рассместил на своем, можно сказать, официальном ресурсе видеотеракт, а вы говорите, что ИГИЛ отказался. Ну, Жень, ну вот ты вот, если начнешь читать вот этот понос, то ты к нему уйдешь и вернешься к утру. Ну, давай, ты меня что держишь-то? Давай поговорим. Может, ты же меня пригласил? Давай. Ну, потому что, значит, и я тебя пригласил, а мы договорились, что... Мы договорились, да. Нашу встречу переносим с понедельника на вечер воскресенья. Так, слушай, мы, по-моему, все, что могли, все сказали по поводу случившегося. Теперь мы ждем завтрашнего появления Путина или не появления. Знаешь, я и такой вариант, не исключаю, что пройдет этот Совет Безопасности, и Путин ничего не скажет. Ну, он про надои расскажет. Ну, раз было такое, когда от него ждали какого-то программного выступления, а он про надои рассказал. Ну, вот, поэтому тут такое дело. Вот. Я думаю, что по мере того, как будет появляться новая информация, мы так или иначе будем к этому теракту возвращаться, потому что это вещь такая фундаментальная, важная. Мне кажется, так какая-то переломная даже в каком-то смысле. Разумеется. Что говоришь? Нет, разумеется. Да, поэтому, ну, так сказать, все, что можно было на сегодняшний день сказать, мы, по-моему, сказали. Да, у меня есть к тебе другие вопросы, дорогой. Да, давай другие вопросы. Не менее существенные. Значит, вот вся эта история, про которую ты уже высказывался, но я, тем не менее, попрошу тебя высказаться еще раз, публично, вот здесь, прямо. У меня на глазах, и на глазах все, кто нас смотрит, она смотрится уже сейчас. Перед лицом своих товарищей, помнишь? Значит, появилась вот эта вот замечательная публикация в Financial Times, в которой утверждается, что будто бы Соединенные Штаты потребовали от Украины не наносить больше ударов по российским НПЗ. Но вот мы видели, что, по-моему, минувшей ночью в очередной раз украинский дрон прилетел в очередной российский НПЗ. В прошлую ночь? Да, да, прошлую ночь. Вот не в эту вот, а вот в прошлую ночь прилетел благополучный очередной дрон в благополучное НПЗ. Если поверить тому, что писала Financial Times, и это правда, правильно ли поступил президент Зеленский, что послал их нахрен? Абсолютно правильно. Мне вообще вот эта вот операция с стрельбой по НПЗ очень нравится, потому что, если ты помнишь, все сообщения, так или иначе, заканчиваются, что человеческих жертв нет. Человеческих жертв нет. И, ну, это вот просто, ну, если, ну, конечно, неправильно так говорить, но это просто идеальное, так сказать, мероприятие. К гуманитарному отношению никаких вопросов к нему нет. То есть вот конкретно бьют по инфраструктуре войны, и никаких мирных жаждан не погибает при этом. Прекрасно. Бьют ночью, когда там никого нету. Или, так сказать, минимальное количество работников. Бьют прямо в оборудование. Вот попали в колонну по первичной переработке нефти. Да, в последний раз. Она сразу так загорелась. Ремонтировать будет полгода этот завод. А он так на всякий случай 3% всей переработки России. Ни много, ни много. Три процесса. В общем, там какие-то пишут, что он там какие-то очень такие специальные авиационные бензины выпускает. Керосины. Керосины. Авиационные керосины. Да, да, да. Понимаешь? Кстати, есть авиационные бензины, но это другая история. А, и бензин есть? Прости, пожалуйста, я не знаю. Для поршневых двигателей бензин. Для поршневых двигателей бензин. А для реактивных керосин. Для реактивных керосин, для поршневых бензин. Все понятно. Спасибо. А вот упомянутый сегодня Михаил Иванович Крутихин у себя написал, что сомневается он, что удары по этим самым ЛПЗ могут повлиять на цены на нефтепродукты на мировом рынке. Вот удары по нефтеналивным терминалам, вот это да. Есть разница? Ну если ты заметил, они сначала начались, но потом прекратились вот эти удары по нефтеналивным терминалам. Сейчас их давно уже не было. Средоточились на НПЗ. Ну здесь я с Михаилом Ивановичем готов поспорить, потому что нефтеналивные терминалы в российских портах, они бьют по экспортным возможностям России и наносят им финансовый урод. В то время как бомбежка НПЗ, она помимо того, что она тоже наносит удар по финансовым результатам России, но она еще физически лишает ее бензина. Физически его становится мало. Его приходится экспортировать, понимаешь? Вот. И цены на него растут. Вот уже, так сказать, все аналитики экономические говорят, что, видимо, Минфину придется пересмотреть затраты на СВО. Потому что все цены, те деньги, которые были заложены на топливо в специальную военную операцию, они уже, так сказать, скоро кончатся, поскольку цены на бензин поменялись. Так тут же дело не только в ценах, здесь дело и в другом. Ну его физически скоро не будет хватать, да. Если все это продолжится в том же духе, его просто физически не будет хватать. Понятно, что, так сказать, папа, ты будешь меньше пить, нет, ты будешь меньше есть, да. Это вот гражданский сектор посадят на голодный пыль, а у них посевная, значит, никакой посевной не будет. Или она плохо пройдет, или еще что-то. Ну вот. Все эти путинские, так сказать, сумасшедшие урожаи зерновых под вопросом, понимаешь? Там все, цепочка огромная. Начнет раститься на топливо, начнет раститься на все продукты, начнет очередной виток инфляции и так далее. А потом, если все это опять продолжать, то дойдет и до того, что уже и армии физически не будет хватать бензина. Даже армии. Поэтому эта программа имеет огромную перспективу. Огромную. И я не понимаю, почему ее нужно прекращать. Это не малейших оснований. Ну, мало ли, что в Америке выросли цены на нефть, на бензин на 15%. Ничего. Потерпите. Ну, ты же понимаешь, что это... То есть это будет ваш вклад в победу, дорогие американцы. Уж, коли вы не даете денег и оружие, ну, тогда вот таким образом будете финансировать войну. Ну, здесь же надо понимать, наверное, что это, конечно же, имеет отношение к предвыборной борьбе. Разумеется, что американцы... Жень, Жень, я тебе так скажу. Да. И Байден, и его, так сказать, духовный отец Обама, они все ограничивали добычу нефти в Америке. Если ты помнишь, там пришел, одним из первых его действий было то, что он раздал, так сказать, огромное количество лицензий на добычу на шельфе. Америка, одна из крупнейших производителей нефти в мире. Я уж не знаю, не крупнейший ли. Просто у них огромный рынок, и вся вся эта нефть идет на внутренний рынок. И еще даже они там из Венесуэлы привозят нефть, даже из России чуть-чуть закупают. Потому что внутренний рынок огромный. И у них есть возможность нарастить добычу тем, чтобы у них цены на бензин не росли. Они ее не наращивают. Вот эти вот ребята-демократы, у них же там одна из составляющих их электората, это зеленые. Которые категорически против того, чтобы Америка наращивала добычу нефти. Это же экология, бла-бла-бла. Помнишь, там у них была авария в Мексиканском заливе? Ну вот. И там вот сейчас, так сказать, среди демократов. У республиканцев этой проблемы нет. Поэтому Трамп придет, он тут же увеличит добычу и цены на бензин упадут. Поэтому, понимаешь, вы прекратите, так сказать, атаковать русские НПЗ. А мы как не наращивали добычу нефти, так и не будем ее наращивать. Как тебе это понравится? У нас зеленые против, чтобы... Поэтому вытаскивать, прекратить, да, раздвиньте ноги и получить удовольствие. Ой. Ну, в принципе, ты допускаешь, что такого рода сигналы американцы могли посылать. Такого рода... Ну, слушай, «Таймс», она же, так сказать, это же не какая-нибудь там, как журнал «Крокодил». Ну, это же серьезная газета. Наверное, она 20 раз проверила все, прежде чем это написать. Это правда. Это так. Слушай, а вот еще одна история, связанная с недавним ракетным обстрелом. Смотри, ты же читал, наверное, что одна из ракет залетела в Польшу, и там, по-моему, 30 или 40 секунд... 39 секунд. 39 секунд в польском воздушном пространстве. А почему они ее не сбили? Или протест заявили, а что-то палец за палец не ударили. Но там они говорят, что вот были подняты F-16 польские, летчики могли их сбить, но они ждали команду, и пока они ее ждали, она уже обратно улетела. Вот так вот. Да. Ну, я за что купил, за то продал. Я прочитал сегодня польское какое-то информационное агентство, которое вот таким образом объяснило ситуацию. Я не очень понимаю, как эта ракета вот тогда залетает, потом разворачивается, обратно улетает. Ну, да, теоретически можно запрограммировать. А зачем? Зачем программировать залет на польскую территорию? Чтобы что? Чтобы поиздеваться, да? Для форса. Помнишь? В этой самой культовой... Палочки тыкает этого льва, да? Зачем они кошку рисуют? А для форса бандитского. Ну да. Конечно, для форса бандитского они ракеты вот так вот программируют, чтобы Польшу зацепило. Посмотрите, введут ли они в действие пятую статью НАТО или нет? Это та же история, как с залетом этого русского самолета в турецкую территорию. Помнишь, им раз сказали не залетайте, два сказали не залетайте, а на третий раз сбили. Хотя он тоже там на какое-то количество секунд туда залетел же. Очень-очень ненадолго, но сбили очень быстро и очень быстро. Ну вот, видимо, этим же кончится и в этот раз. Правда, там попугали, сказали, что больше никогда в жизни не будем ни есть, ни покупать. И есть не будем. В итоге не смогли без помидоров обойти. Да. В жизни она богаче, как говорится. Теперь кроме Турции ездит-то некуда. Но, между прочим, одна из ракет, которая прилетела туда, на запад Украины, не знаю, Талия, которая залетала в Польшу или другая, ударила по одному из подземных газохранилищ, которые как раз на западе Украины там расположены. И у меня возникает вопрос, а как же быть с обязательствами Газпрома перед теми самыми потребителями российского газа, которые от этих поставок зависят? И несмотря на войну, заметь, прокачка-то, газовый транзит через Украину сохраняется? Ну, тебе эту историю лучше Михаил Иванович объяснит. Я не такой крупный специалист, как он. Но это выглядит, конечно, очень глупо, потому что русские тут недавно заявили о том, что они готовы продолжать экспорт газа в Европу и что у них все для этого есть и так далее, и так далее. И в этих условиях разгромить вот инфраструктуру этого транзита, ну, не очень понятно зачем. Поэтому, я думаю, это случайное попадание. Случайное, да? Думаю, что да. Думаю, что они... Газпром в очень плохом состоянии финансовом. В очень плохом финансовом состоянии. Вот. И у него очень много кредитов было набрано под трубы, которые он в Китае строил, потому что у него была огромная выручка от экспорта в Европу. Сейчас этой выручки нет. С кредиторы, так сказать, алчно ходят вокруг него, так сказать, и с их зубов стекает слюна какая-то. Поэтому в этих условиях они, конечно, с этой инфраструктуры по прокачке газа в Европу будут пылинки сдувать. Ну, вот. Вряд ли они это сознательно сделают. А Украина, кстати говоря, заявила о том, что она прекращает эту прокачку и вернется к этому вопросу. Вот она вот в 2024 году ее докачает, потому что контракт. А после этого она, так сказать, прекращает и она готова ее возобновить, только если европейские партнеры ее об этом попросят. Ну, мы, кстати, с Крутихиным на днях эту тему подробно обсуждали. Он как раз считает, что при желании Украина, ну, не сразу, не одномоментно, но в случае получения новых технологий могла бы сама увеличить чуть ли не вдвое добычу собственного природного газа. И замечательно совершенно обеспечивать интересы вот этих вот отдельных потребителей в Европе, которые, ну, никак без российского газа не могут. Ну, я здесь не берусь комментировать. В Словакии, в Венгрии, в частности. И тем самым ослабленные... Многие забывают, что есть же еще одна труба. Ну, да, есть еще. Через Белоруссию и Польшу. Тоже большая, она тоже стоит пустая. И проблема ведь не в том, что, так сказать, Россия не готова продавать свой газ в Европу. Проблема в том, что Европа не хочет его покупать. Там, понятно, что есть маргинальные там, типа, ребята, типа Орбана какого-то там или Словаков и так далее. Ну, сколько они там купят? Ну, купят они там 10-15 миллиардов кубометров. Это же мертвому припарку, потому что продавали-то по 180, по 200 миллиардов кубометров в Европу ежегодно. Понимаешь? Послушай, то, что творил Газпром последние годы, ты же понимаешь. Вот вся эта попытка, ты помнишь, зима с 22-го на 23-й год, когда они пытались задушить Европу отсутствием газа. С 21-го на 22-ю. Да. Я говорю. С 21-го на 22-ю. Все вот эти вот... Накануне войны, да. Накануне войны все эти страшилки про то, что сейчас вы замерзнете все, да. Зима будет скорой, будет долгой, и всех ваших белочек съедите их. Да, и 22-го, 23-го тоже, да. Это совершенно верно, да. Там две было подряд. Да, да, да. Два раза, да. Ну, слушай. Американцы, катар, норвежцы, голландцы, они как-то, так сказать, эту дырку закрыли. Да. Ну и все. Слушай, еще одна тема. Хотел бы тебя... Помнишь этот анекдот, когда этот человек открывает дверь, а там стоит такой чувак в балахоне и с косой? Помнишь? А дальше... Ты кто, говорит? Он говорит, я твоя смерть. Он говорит, ну и что? Он говорит, ну и все. Что Газпром? Газпром. Ну что Газпром? Ну и все. Ну и все. Ну и все. Вот тут кто-то шутит там. Тебя спрашивают, что будет после смерти Путина? А кто-то ему отвечает. После смерти Путина будут его похороны. После смерти Путина в этом... Не, ну слушай. Ты же знаешь, что было после смерти Сталина, да? Ой, после смерти Сталина было много чего. Ну сначала вся эта, так сказать, комарилья сплотилась вокруг Ленинского ЦК, потом они все переругались, а потом во главе оказался совершенно неожиданный человек, которого изначально никто вообще не рассматривал в середине. Да. Ну вот ровно это и случится. Так что запасайтесь по портам, как говорится. Ну я могу успокоить наших зрителей и сказать, что, ребят, не надейтесь, что это случится скоро. Ой, я... Если Владимиру Владимировичу никто не поможет это сделать, то сам он это сделает очень нескоро. Я даю минимум еще лет 20. Ты думаешь? Ну слушай, мы с тобой рассуждали. Это его брат вот недавно умер, 91 год. А ну да, правда, собственно. Папа с мамой умерли, соответственно, в 88 и 87 лет. Срок жизни очень часто зависит от генетических обстоятельств. Это абсолютно правда. Ну и образ жизни, он же, так сказать, идет... Да, поэтому все это вместе у него очень хорошо складывается. Так что россияне, он вас будет радовать своим правлением еще очень долго. У него еще выборы в 36-м году будут. Да, а ты... Я забыл, мы с тобой обсуждали ролик, который такой... Ролик-мембер... Это все в 30-м, в 30-м году у него был. Не-не-не-не-не-не. Иван Урган такой весь из себя составленный. В гриме старика глубокого. На фоне плаката «Путин 2042». И он говорит, что за кого я буду голосовать? Ну, конечно, за Путина. Потому что я и 30 лет назад голосовал за него. Да, коней на переправе не меня. Это точно. Слушай, значит... Меня, кстати говоря, смучает, что именно эта логика сейчас начинает, риторика начинает... В отношении Зеленского, так сказать, превалировать в украинских медиа. Ну, послушай, это отдельная тема. Мы сейчас... Я просто боюсь в нее погружаться, потому что там есть очень много... Тема очень опасная. Нет, просто чисто правовые вещи. Я тут начал однажды дискуссию на эту тему и прикусил язык, потому что выяснил, что не очень хорошо знаю некоторые положения украинской конституции и украинских законов. Вот я, что называется, подготовлюсь хорошо, ладно, и мы к этой теме в случае чего... Да, но только вот у меня просьба. Я хотел бы услышать действительно мнение какого-то серьезного украинского юриста-конституционалиста на эту тему. Потому что и ты, и я, мы же не юристы, мы не профессионалы. Мы просто читаем эти законы и делаем какие-то свои собственные выводы. Но мы не понимаем, так сказать, всей глубины, так сказать, замысла и вообще правил, трактовок и так далее, и так далее. Поэтому как раз вот хотелось бы услышать такого рода авторитетное мнение. Обязательно. Обязательно я тебе такого приведу за руку, можно сказать. Да, и чтобы у меня была возможность ему задать вопросы. Потому что у меня есть масса вопросов, на которые я не нахожу ответов. А те ответы, которые я себе даю на эти вопросы, они почему-то не устраивают моих украинских, как говорится, оппонентов. Значит, вопрос по поводу вот этой истории с какими-то новыми претензиями, которые Россия решила предъявить Германии. По поводу блокады Ленинграда. Ты слышал же об этом, наверное, и кажется, что ты сказал. Объясни, пожалуйста. Ты, как гражданин Германии, должен понимать. И как человек, много лет проживший в Санкт-Петербурге и Ленинграде. Ну да. И проживший среди блокадников, и прекрасно понимающий, что это за трагедия и так далее, и так далее. Вот у меня, у жены, бабушка умерла в блокаде. Я прекрасно понимаю, что это такое. Вот. Поэтому сначала правовая сторона вопроса. Правовая сторона вопроса такая, что вопрос закрыт. Советский Союз в свое время отказался от всех претензий к Германии. Вернее, как, он отказался от всех претензий к ГДР. Но при объединении ГДР с ФРГ, ФРГ стала правоприемником всех договоров ГДР. В том числе и этого. И теперь объединенная Германия имеет договор с Советским Союзом, а Россия и его правоприемник, по которому теперь юридически Россия давно отказалась от всех претензий к Герману. Кстати говоря, попутно тебе замечу, что именно поэтому Германия ничего не должна Польше. Потому что еще в свое время Польша переговоры о репарациях, контрибуциях и компенсациях с Германией полностью все права передала Советскому Союзу. Есть соответствующее соглашение о том, что от имени всех стран такого рода переговоры с Германией будет вести Советский Союз. И Советский Союз отказался от всех претензий, в том числе и от имени Польши. Но это по отношению к ГДР. Но нынешняя Германия правоприемник ГДР. Поэтому все обязательства и все права ГДР достались ей. В том числе и по этому договору тоже. То есть, когда немецкие и восточные земли вошли в состав ФРГ. Да. То вот эта вот новая объединенная Германия стала правоприемником и ГДР, и ФРГ. Понятно. То есть, это важный момент, потому что многие люди ведь считают, что вот ГДР как бы прекратила свое существование и была аннулирована. Это не так. Правильно ведь? Нет. Она вошла в состав ФРГ, и ФРГ стала правоприемником ее на международной арене. О, поняли. Вот. Ну, это кто-то же должен был стать правоприемником. Эти все обязательства не могли просто так повиснуть в воздухе. Правильно? Поэтому, кстати говоря, правоприемником Советского Союза стала Россия, потому что тоже не могли повиснуть обязательства в воздухе. Вот. Теперь второй этап. Многие задают вопрос, почему евреям-блокадникам платит Германия компенсацию, а другим неевреям-блокадникам не платит? Отвечаю. Потому что... Почему не платит? Потому что... Я уже объяснил почему. Потому что Советский Союз отказался. А почему платит евреям? Потому что Израиль не отказался. И с Израилем есть договор, по которому Германия платит ему компенсацию. В этом договоре, в том числе, Израиль настоял на том, чтобы все им евреям-блокадникам тоже платили компенсацию. И эти компенсации платятся в соответствии с договором с Израилем, а не с Россией. Вот и все. Ты пропал. Нечаянно отключил микрофон себе. Это правовая сторона вопроса. А политически? Зачем все это устроено вдруг? Политически? Понятно, что Путин прекрасно понимает, что ничего он с этого не получит. Если только Германия сама по собственной воле не захочет платить какую-то компенсацию. Дело в том, что в Германии вот эта вот травма, вот эта вот так называемая историческая вина немцев, она очень глубоко пустила корни. И огромное количество людей испытывает огромный дискомфорт, если им говорят, что мы сейчас будем, собираемся там хотя бы косвенно через поставки оружия или еще чем как-то воевать с Россией. И поэтому любые вот эти вот движения того же самого Шольца, особенно среди электората социал-демократов, это все очень болезненно воспринимается. Потому что, ну ты помнишь, да, Советский Союз, долгое время Россия и Советский Союз были синонимы, всех граждан Советского Союза для простоты называли русскими и так далее, и так далее. И поэтому выработался такой стереотип в голове у немцев, что тут мы с русскими воевали, мы там творили ужасы, и мы перед ними виноваты. И поэтому, когда Советский Союз распался, то весь этот вот комплекс, он созрепночился только на русских. Хотя на самом деле война в основном шла как раз на территории Украины и Белоруссии. Ну, во всяком случае, изверства все оккупационных войск, СС, все эти чистки, уничтожения. Ну, понятно, да, все эти акции и так далее, и так далее, они все были на территории Белоруссии и Украины, да. Ну, в значительной степени. В значительной степени, конечно. Вот, но тем не менее, вот Путин активно педалирует эту тему, именно в отношении... Немецкие ракеты полетят в русские города, вот, вы, так сказать, немецкие танки будут, так сказать, топтать русскую землю, и так далее, и так далее. И это все очень пугает немцев, вот на спинномозговом уровне. И они, так сказать, и поддержка вот жесткой позиции собственного правительства в отношении конфликта между Украиной и Россией, и поддержка Украины, она может быть таким образом размытой. Вот за счет, так сказать, вот педалирования и ковыряния в этой немецкой ране, понимаешь, да? И Путин ее ковыряет, ковыряет, и вот эту блокаду он туда сует, и так далее, и так далее. Абсолютно сознательно, и в этом смысле, как... Слушай, он действует абсолютно рационально. Задача состоит... Проблема лишь в том, что он своими действиями лечит эту рану. Вот на Украине он творит такие зверства, что эта рана лечится таким образом. Понимаешь, они, так сказать... Понимаешь, вот хочет Путин это или не хочет, но доктор зло теперь не Гитлер. Понимаешь, доктор зло теперь не Гитлер. Доктор зло теперь Путин. И вот когда в Украине или даже в Европе теперь будут говорить до войны, после войны, уже не ту войну будут вспоминать, а эту. Да. Понимаешь? Чем дальше, тем больше. Да, и вот эта вот вся вот эта вот история про, так сказать, зверство немцев, она заменится историей про зверство русских. И в Голливуде уже, так сказать, будут там эти вот мемы и так далее, и так далее. Понимаешь? Ну да, я вот нечаянно в одном разговоре, просто у меня брали интервью, и я нечаянно сказал, устроили бучу вокруг этого, да? В принципе... Да, это известное выражение. Состоящееся русское выражение, но совершенно другой смысл приобретает. И мне деликатно на это намекнули, я сказал, ребят, извините, пожалуйста, вот сорвалось языка, но новые реалии возникают, в том числе... Новые стереотипы, новые, так сказать, рефлексы у публики вырабатываются, ну, понятно, и вот это вот ковыряние в старой немецкой ране, оно скоро, так сказать, перестанет действовать. Особенно, если это ковыряние делает, так сказать, Гитлер номер два. Слушай, извини, может быть, я немножко в сторону уведу разговор, но тут и есть вопрос одного из наших зрителей, и мне самому интересно. А как ты относишься вот к версии о том, что на самом деле голод в блокадном Ленинграде в значительной степени лежит, ответственность за голод в блокадном Ленинграде в значительной степени лежит на Сталине и на его политике, которую он тогда проводил? По этому поводу есть же большое исследование Марка Солонина, он там уже подробно рассказывает, что как таковой блокады-то не было. И он приводит пример, как говорится, вот помнишь, я уж не помню, в послевоенной Берлине Сталин устроил блокаду, и тогда наладили воздушный мост и снабжали Берлин. Ну да, это знаменитая история. Да, да. Как же аэропорт-то назывался, он до сих пор, его даже берлинцы отстояли. Да, это Геринговский аэропорт. Я просто читал, что пытались его застроить какими-то там жилищными комплексами, а берлинцы сказали, нет, не позволим. Это наша традиционная... Ну, он такой, он специфический этот аэропорт. Там такое торжество архитектуры Третьего Рейха, по полной программе, конечно. Ну да, при этом там вот на территории аэропорта люди гуляют. Ну это известная история. Да, ну то есть даже тупо воздушным мостом они снабжали город, который по численности, ну плюс-минус был похож на блокадный Ленинград. И такой воздушный мост Сталин точно мог организовать. Помимо этого существовала, так сказать, навигация по Ладовскому озеру. Но там масса всяких других примеров была. И потом вот эта полная блокада Ленинграда, это же миф, ее не существовало. Был Невский пятачок, там, короче, была коммуникация. По реке можно было из Новгорода плыть через Ладожское озеро, заплывать в Неву и разгружаться. Он возил только боеприпасы и военную технику. Он не возил продовольствие. Ну возил только вот в минимальных количествах. Нет. Это, скажем так, блокада как таковая, ну, скажем так, окружение Ленинграда, там, частичная блокада имела место. Ну вот. И в этом смысле, конечно, эту блокаду организовала немецкая армия и финская армия, кстати сказать. Ну вот, но то, что они, что голод возник исключительно только благодаря тому, что вот войска подошли так близко к Ленинграду и оцепили его, это неправда. Можно было обеспечить снабжение города продовольствием. Можно. И финны, по-моему, не обстреливали Ленинград, да? Финны не обстреливали Ленинград. Ну дело даже не в этом, обстреливали, не обстреливали, ну даже немцы его обстреливали. Слушай, вот он стоит целеханек, как говорится. Пойдем, посмотри, как Дрезден обстрелил. Что такое обстреливали, это вот Дрезден. Они его не бомбили. Это вот важно. Потому что артиллерийскими отстрелами ты большого ущерба не нанесешь. Не, ну я помню эти таблички еще с детства, когда первый раз приехал в Питер, там были сохранены таблички. Они исчастливы. Они исчастливы. Краснодар, это сторона улицы. Преатрас. А вот авиационных бомбежек города практически не было. Да? Ну, все же, у Гитлера было очень мало авиации. Ну да, ему было ее... У Гитлера не было, конечно. Что там у него, румынские месторождения, это все. А зачем Сталин и Борил голодом, Питер? Ну это ты у него спроси. У тебя же наверняка есть какая-то версия. Наверняка он воспринимал... Я читал, что он ненавидел все, что связано с Ленинградом. Да, фронт. Ленинград для него оплот оппозиции в его представлениях. И случайно потом и раскрутилось так называемое Ленинградское дело. Ну где он пересажал собственных ставленников и перерезал, как говорится. Там же уже никакой оппозиции не было после войны. После того, как там Зиновьев перестал быть лидером Ленинградской... Зиновьев же был, по-моему. Зиновьев, да? Потом Киров стал, да? Потом Киров, да. Уже при Кирове там все было вычищено. Я не понимаю, так сказать... Нет, я думаю, что он воспринимал фронт не в виде руководящих кадров, партийных или советских. Нет, фронт у нас в самом Ленинграде был. Культурная, так сказать, интеллигенция, научное, академическое сообщество. Какие-то вот люди не те. Копавшаяся какая-то, так сказать, царская, так сказать, еще Россия там сидела. В Москве мы тут ее вычистили, а там они, так сказать, попрятались по разным институтам, музеям и так далее. Надо чисточку одну, другую, третью, двадцать пятую голодом заморить и так далее. Это правда. Мне от многих приходилось... Там же очень много старой вот этой вот дореволюционной интеллигенции, она же очень сильно мимикрировала. Они переделались каких-то бухгалтеров, слесарей, маленьких, так сказать, людей и так далее, и так далее. Но они же все равно остались. У них же мозги, университетское образование, какие-то пажерские корпусы. Все это есть. Это же никуда не делось. Почему же мы зря взялись на эту тему, Виктория? Я нечаянно вывел этот... Почему? А в исторических вещах тоже иногда полезно поговорить. Правда ведь? Ну да. Ну да. Вот. Ну, слушай, почему взялись? Ну, захотели и взялись. Только, опять же, так сказать, простой вопрос. Мне нравится не слушать. Лучше скажите сразу, что и Второй мировой не было. Кто-то пишет раздраженно. Почему была? Великой Отечественной не было. Вторая мировая война была. Нельзя внутри одной войны выделять какую-то другую войну. Была Вторая мировая война, и в ней был такой призод, как война между Германией и Советским Союзом. Ну, в рамках... Ее нельзя смотреть изолированно, как отдельную войну. Там было масса всего, что было связано с общей войной. Тот же Ленд-Лиз. Та же оккупация Ирана, например. Тот же Второй фронт. Сначала в Сицилии, потом в Нормандии. Поэтому... О оккупацию Ирана вообще никто толком ничего не знает. Тот же была, на самом деле, маленькая война со стрельбой, со вводом войск. Даже были попытки со стороны иранской армии оказать сопротивление советским войскам, которые вводились с севера. Не очень здорово у них это получилось. Но такое тоже было. Ну, это же известная история. В сознании советских, а потом российских граждан, вот была война между Россией и Германией, между Советским Союзом и Германией. А весь остальной мир смотрел и долгое время, кто кого передавит. И только в 44-м году они высадились в Нормандии. Но это же неправда. Это же не так было. Война началась в 39-м. И англичане долгое время с Гитлером воевали вообще в одиночку. Да. Вот. И когда Германия напала на Советский Союз, англичане продолжали с ней воевать. Они начинали. И все эти, так сказать, морские битвы, там, так сказать, если ты помнишь, там, потопление Бисмарка и так далее, и так далее. Все происходило именно тогда. Ну, конечно. А еще в это время война в Африке шла. И битва при Ламейне была примерно тогда же, когда битва при Сталинграде. И высадка в Нормандии в 43-м году. В Сицилии. И высадка в Нормандии в 44-м, да. И Ленинцы, все эти конвои, которые шли и шли, которые немцы топили. Тысячи людей там погибли. Это же все было одновременно. И говорить о том, что вот была отдельная какая-то война, это неправда. Была одна большая глобальная война. А еще и в Тихом океане война шла. В это же самое время. И даже в Южной Америке. И даже в Южной Америке. Даже в Южной Америке были военно-морские сражения у берегов Аргентины, на самом деле. И такое-то тоже было. А основным, кстати, уж коль скоро упомянули Иран и Ленд-Лиз, очень мало кто знает, что основным-то путем поставок в СССР был путь через Иран. По трансиранской железной дороге заходили сюда, в Персидский залив, там разгружались. И дальше шли эшелонами на север. По Волге. Именно поэтому очень важно было не сдать Сталинград. Да, и, кстати, именно поэтому Сталинград действительно был так важен. Не только из-за бакинской нефти. На самом деле. Перерезать Волгу, это было как раз перерезать поставки снаряжения, оборудования, всего, что шло по Ленд-Лизу. Продовольствие. Слушай, они всю войну кормили страну. Так, кстати, а что у нас там с Ленд-Лизом? Ты следишь за тем, как развивается ситуация? Там вроде бы в Америке собираются опять менять спикеры палаты представителей. Да нет, это маргинальная барышня, так сказать, трампистка. Это самая маргинальная, которая оказалась трамписткой, еще трампистее, чем сам Джонсон. И она требует, чтобы Джонсона уволили, потому что он продал святое дело Трампа. Но это все, это ни о чем. И, конечно, Джонсона никто с той стороны не свалил. Арчери Тейлор Грин вынесла петицию об освобождении Джонсона от должности спикера. Я так просто цитирую за то, что он принял двухпартийный бюджет финансирования правительства для избежания шатдауна. Да. Думаешь, не пройдет, да? Нет. Демократы уже однажды сваляли дурака, убрали, так сказать, одного спикера. Нет, в этом случае демократы, кажется, не собираются голосовать за эту институцию. Нет, они прекрасно понимают, что Джонсон, конечно, это не их спикер, далеко не их спикер. И он еще им кровью попьет. Но они прекрасно понимают, что если они этого свалят, новое они не назначат никогда. Так что с помощью? А без спикера вообще ни одного закона принять нельзя, так на всякий случай. Это понятно. Уж какой-никакой этот Джонсон хотя бы шатдаун предотвратили, да? Ты же у нас главный специалист, ты единственный разобрался во всех вопросах, связанных с американской помощью. Я, кстати говоря, послушал выступление вот этого парня, украинского корреспондента, который вел из Конгресса прямо с тобой диалог. Но я хотел бы поправить там одно место. Он совершенно справедливо заметил о том, что деньги для Украины есть, но адекватных денег на компенсирование складов Пентагона нет. Но это вот то, как говорится, та ловушка, в которую заманивают легковерных слушателей белодомовские казуисты. Значит, вот смотри, я тебе расскажу просто. Вот смотри. Я слушаю внимательно. Да, вот я сейчас очень грубые цифры говорю. Вот в 23-м году Конгресс конкретно для оружия выделил 30 миллиардов. Потому что все остальное, там, финансовая помощь, т.д. Вот на оружие 30 миллиардов выделил. Это грубая цифра, там, по-моему, по-разному. Некоторые считают 26, некоторые считают 28, некоторые считают 30, некоторые даже больше считают. Не важно, для простоты будем считать 30. И поделил ее примерно пополам. 15 и 15. 15 миллиардов – это не бюджетное сигнование. Это просто разрешение забрать для Украины со складов Пентагона оружие. На 15 миллиардов? На 15 миллиардов. Так. То есть это оружие. Для этого не требуется никаких финансовых вливаний. Для этого не надо денег дать какому-то там Пентагону или еще кому-то. Это оружие произведено за счет бюджетных финансирований прошлых годов. И в этом году это просто Конгресс разрешил Байдену по программе ПДА выделить на 15 миллиардов. Стандартно, без разрешения Конгресса у Байдена есть право по программе ПДА, по-моему, там 100 миллионов потратить. А они ему сказали, что мы расширяем в этом году тебе планку до 15 миллиардов. Ты можешь взять какое хочешь оружие со складов Пентагона и дать Украине. Вот это важно. Какое хочет Байден. И то, какое оружие он передал, это то, которое хочет Байден этот пыл передать. А которое он не передал, значит он его не хотел передавать. Понимаешь? Не Конгресс, а именно Байден. И то оружие, которым воюет Украина, почему от Камсов не дали, почему мало Абрамсов и так далее. Это все решение самого Байдена. Никто ему не мешал. Конгресс ему дал. То есть, извини, я уточняю. То есть, если, предположим, на складах Пентагона есть эти самые дальновойные ракеты Атакамс. Да. И они вписываются вот в эти 15 миллиардов, то это за Байденом решение. За Байденом решение. Абсолютно. Абсолютно. Только Байден это решает. А если потом взять эти ракеты, то откуда взять другие... Ты не торопись, не торопись, не торопись с забытием. Не торопись с забытием. Терпеливо жду. Вот эти 15 миллиардов, вот такие. Это не бюджетное сигнование, потому что эти деньги уже потрачены в прошлые годы. Просто ему дали право на эти деньги забрать оружие со складов. И, внимание, продолжаем про эти 15 миллиардов. И он их где-то к августу, все эти 15 потратил. Так. К августу. Потом пентагоновские начальники проявили переоценку того оружия, которое взял Байден с их складов и отдал Украине. И выяснилось, что это оружие стоило дешевле, чем то, по которому они сначала думали передавать. И образовалось еще 6 миллиардов. Так. Они сказали, что вот вы забрали у нас оружие, мы думали, что на 15 миллиардов, а вы забрали на 9. Так. Еще 6 есть. И вот эти 6 тратились всю осень оставшуюся. И тратились они так, что к 1 январю осталось непотраченными 4,2 миллиарда. Так. Денег. Не бюджетных ассигнований, а право взять на 4 миллиарда оружия со складов Питагон. Вторые 15 миллиардов из этих 30, это были даны деньги Пентагону, чтобы он эти 15 миллиардов потратил взамен того оружия, которое у него забрали со складов. Угу. Понимаешь, да? Понимаю, понимаю. То есть, ему дали 15 миллиардов Пентагону, чтобы он купил другого оружия взамен того, которое забрали для Украины. И положил их обратно на те полки, откуда забрали этого оружия. Так вот эти 15 миллиардов Пентагону отдали, и он все их потратил. Угу. Теперь, что говорит Байден? Я не могу потратить те 4 миллиарда, потому что я должен дать Пентагону денег для того, чтобы он купил оружие взамен того, которое я у него заберу. А у него этих денег нет. Он уже все потратил. Это не сходится, извини. Конечно. Потому что на эти 4 миллиарда он уже потратил денег. Он уже получил Пентагон и потратил. То есть, нет ли никакого диссонанса? А, все, дошло. Подошло. То есть, 15 миллиардов было уже потрачено. Потрачено. А взято только на 10. А взято только на 10. То есть, на самом деле, Байден может такие еще... Да, потому что это... А он говорит, что вы мне... Конгресс не выделяет Пентагону на деньги, а те уже потрачены. И это тоже правда. Но только это не вся правда. Интересно. Интересно. Ну, в любом случае, ты так и не ответил мне. Как ты думаешь, что будет с следующим-то пакетом помощи? Когда они утвердят? И утвердят ли, наконец? Ну, они сейчас на каникулу ушли. До 8 апреля. Это понятно. Что понятно? Могли бы не уходить. О, Пасха, святое дело. Пасха. Ты меня поздравил. Поздравим. Сегодня у нас Пальмовое воскресенье. Да. То, что у православных считается верным воскресеньем. Да, это правда. Вход Господень в Иерусалим. Начинается по-католическому. Да, да, да. Собственно, не только по-католическому. И по многим календарям. По многим календарям. И даже в некоторых православных странах пасхальная неделя начинается сейчас. Да. Слушай, вот еще вопрос. Как-то мы давно об этом не говорили, но я вижу, что ты за этим следишь. А у нас, между прочим, немало зрителей, которые смотрят нас в Израиле, или которые неровно дышат к тому, что там происходит. Ведь скоро уже будет полгода, как идет война. Что ты думаешь? Дожмут американцы, израильтяны, заставят их прекратить операцию. Потому что давление сейчас идет страшное, судя по всему. Со стороны администрации Байдена. Пытаются заставить Израиль остановить операцию против Хамаса, если называть вещи своими именами. Ну, вот если совсем грубо говорить, у Израиля остался один союзник. Это Германия. Вот так. Только еще Шольц один талдычит эту старую формулу о том, что Израиль имеет право на самооборудование. Затянули они с операцией. Затянули. Могли быстрее, ты считаешь, сейчас учить эту операцию? Не знаю, не знаю. Но могли или не могли, и так далее, и так далее. Но операция затянулась, и вот эта вот гуманитарная составляющая, конечно, они ее не учли. В принципе, Израиль может, имеет военную возможность провести эту операцию до конца самостоятельно, без чьей-либо помощи. Ему особенно, так сказать, чья-то помощь не нужна. Вот заметь, как Израиль спокойно реагирует на затяжку с законом о помощи Украине, Израилю и Тайване. В отличие от Украины. Достаточно собственных ресурсов, для того, чтобы эту войну вести в одиночку. Но оказаться в политической изоляции. Не знаю, я чем больше думаю об этой акции 7 октября, при всей ее чудовищности, конечно, она была, так сказать, очень иезуитски, очень хитро продумана. Эти вот ходы, вот последовательность всего, что потом происходило, все это, все это, конечно, очень, очень, очень сильно хорошо продумано. Хамас абсолютно безжалостно подставляет свое население под израильские бомбы и израильские снаряды. И на этом, конечно, так сказать, сделает себе капитал. Это, конечно, ужасно цинично, это чудовищно, когда свое население является, собственно, разменной монетой в политической игре, но вот такая игра сейчас. Ну, послушай, ты думаешь, что они одиноки были в этом планировании? Ой, не знаю. Не знаю. Я не вижу, чтобы, так сказать, Иран особенно сильно поддерживал Хамас. А Россия? А Россия-то зачем? Ну, Россия зачем? Что Россия выиграла от того, что хуситы обстреливают в Красном море корабли? Мы с тобой это абсурдом. Это не Хамас, в конце концов. Ну, я понимаю. Ну, вообще, от этого обострения на Ближнем Востоке что Россия выиграла? Слушай, они очень часто живут в прежней советской парадигме. Давайте мы сейчас поднастрем нашим врагам-американцам, и нам будет хорошо. Главное, чтобы Америке было плохо. Они воспринимают... Ну, Жень, ну, 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 я вот думаю, что уже даже в Москве за столько лет постсоветского развития усвоилась такая простая, в общем, и независимая мысль, что Израиль не равен Америке. Что это другая страна с другими интересами. Да, безусловно, дружественная Америка, но не более дружественная, чем та же Германия или Франция и так далее. То есть, это самостоятельная страна со своими самостоятельными интересами, которая хочет дружить с Россией, которая заинтересована в дружбе с ней. И экономически, и политически, и исторически, и культурно, как угодно. Слушай, но это же не секрет, что Израиль, конечно, через русскую диаспору, конечно, сильно связан с Россией и в межличностном плане. Вот. Ну, и зачем и Путину портить отношения с Израилем? И еще и с Израилем. Зачем он? Ну, что он от этого выиграл? Не знаю, но ведь портит же. Принимая храмасовцев у тебя в Москве, он что, не портит соотношения? Ну, слушай, ты же понимаешь, логика какая, что я такой, типа, модератор, ты же, у нас же с тобой есть масса общих знакомых, которые нам предлагали посредничество, давайте я, можно, между демократами и Кремлем буду посредником, да, и буду дружить и с теми, и с теми, и передавать друг другу весточки. Помнишь, да, таких же персоналов, да, которые, так сказать, долгое время пытались позиционировать? Ну, вот и Путин долго пытался позиционировать, что он такой, свой сукин сын, да, для Запада, который тоже может там с бэтгаем разговаривать, да, он же, помнишь, там, продавал себя как единственный человек, который может разговаривать с корейцами, там, с северокорейцами, там, и так далее, и так далее, совсем. Ну, вот это та же самая история, там, типа, вы с ними заругаетесь, а я с ними разговариваю, поэтому я могу с ними о чем-то договориться, договорюсь, что вам надо, вот он такой, предлагал свой арбитраж, понимаешь, вот, поэтому он и с Хамасом так же встречается, типа, дорогие израильтяне, вы с Хамасом не хотите разговаривать, а я с ними разговариваю, поэтому давайте, вы мне расскажите, что мне им сказать, а я им скажу, они это сделают. Вот как он продает свои контакты с Хамасом. Не потому, что он их любит, или там, он ими как-то руководит и так далее, но это же как известная история, знаешь, как, сначала ты начинаешь с ними общаться, а потом выясняется, что ты, так сказать, пляжешь под их дутку, незаметно для себя. Ну что ж, смотри, мы уже полтора часа с лишним с тобой разговариваем, наговорили на 11 с лишним тысяч зрителей, которые нас смотрят одновременно. Хороший результат, я вам скажу. Всем, кто нас смотрит, большое спасибо. Ну, мы с Альфредом Ренгольдовичем немножко подустали, я чувствую, что пора нам с вами, дорогие друзья, потихонечку прощаться. До свидания, дорогие друзья. До свидания, и я смею вас успокоить, что мы еще с вами не раз непременно встретимся. Поверьте, мы отец уходим ненадолго. Ненадолго. Альфреду Коху, спасибо большое за очередной разговор. Всем, кто нас смотрел, спасибо так же. Не забывайте лишний лайк поставить, вопросы задавайте. Как только вот мы сейчас закончим, все это можно будет уже в записи посмотреть, уже будет опубликовано в виде записи, пожалуйста. Пишите комментарии, задавайте вопросы и не забывайте подписываться. И всего доброго. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok